Вооружившись клеевыми пистолетами, семиклассники приступают к занятию по технологии. Никаких однотонных стен и скучных теоретических занятий. Просторный кабинет, оборудованный по последнему слову педагогической науки и, конечно же, практика, практика и практика. А творческая обстановка вдохновляет на продуктивную работу. Мы когда зашли, я очень удивилась, здесь очень красочно, очень красивые столы такие необыкновенные. Когда только мы зашли сюда, нам сразу начали про все рассказывать и, ну, все показывать. Сразу научили, как обращаться с манекеном. Ну, вот сегодня мы научились делать вот такие вот ленты. Нам нравится, когда здесь проходят уроки и этот кабинет, он очень красивый. Помещение для проектной деятельности делится на медиазону и каворкинг. Последняя включает в себя шахматную гостиную, где старшеклассники тренируют свои умы над черно-белыми досками. Дарья Иванова научилась играть в шахматы еще в детстве, а вот возможностей попрактиковаться у нее было мало. Но сейчас, благодаря точке роста, она намерена повысить уровень игры. Я считаю, что шахматы развивают мышление, то есть ты продумываешь свои шаги вперед, общаешься со своим напарником по игре. Хорошо, что в школах поставили такие игровые шахматы, чтобы дети могли приходить, играть, развивать мышление. Здесь школьники по-новому подошли к изучению таких привычных предметов, как технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. Также преподаватели здесь учат детей оказывать первую медицинскую помощь, накладывать шины, обрабатывать различные раны и даже проводить сердечно-легочную реанимацию. По легенде, к манекену Гоши в дыхательные пути попало инородное тело. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, вообще что нужно делать в таких случаях? Нужно сложить таким образом руки между ребрами и пупком и всем своим телом надавить. При необходимости повторить манипуляцию несколько раз. Главная цель всех точек роста – ликвидировать разрыв в качестве преподавания ряда предметов между городскими и сельскими школьниками. Также эти центры должны стать местом развития цифровой грамотности и социальной самореализации детей, педагогов и родителей. Также центр «Точка роста» предусматривает дополнительное образование не только детей, но и взрослых. То есть мы можем родителей тоже обучать работе на 3D-принтере, с квадрокоптером, если у них есть желание, вообще работе с компьютерами. Сегодня новые образовательные центры цифрового и гуманитарного профиля заработали уже в 19 школах Карачаева, Черкесии. И с каждым годом количество точек роста в республике будет только расти.